Москва-Баку сегодня. Коротко о главном. Чем запомнится сегодняшний день? Сегодня в Баку состоялось открытие 26-й международной выставки и конференции нефть и газ в Каспия-2019. В церемонии открытия принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. В своей речи глава государства подчеркнул, что Азербайджан, отличающийся особой позицией в развитии мировой нефтяной промышленности, также осуществляет крупномасштабные инвестиционные проекты в различных странах. Цитата. «Реализуемые сегодня нами проекты обеспечивают энергобезопасность как нашей страны, так и ряда других государств. Азербайджанская нефть и газ экспортируются на мировые рынки различными путями. Роль Азербайджана в вопросах энергобезопасности и диверсификации энергоресурсов высоко оценивается, и мы проводим по данным вопросам успешную и последовательную политику», — сказал глава азербайджанского государства. Добавив, в ближайшие годы Азербайджан будет добывать энергоресурсы с новых месторождений. По случаю проведения международной выставки президент США Дональд Трамп направил письмо Ильхаму Алиеву, в котором выразил уверенность, что экономический успех Азербайджана будет способствовать установлению стабильности во всем регионе. Цитата. «Соединенные Штаты Америки поддерживают ваши усилия по привлечению иностранных инвестиций и продолжению экономических реформ, которые послужат поощрению инноваций. Экономический успех Азербайджана будет способствовать обеспечению стабильности во всем регионе». Первый вице-президент Азербайджана Михрибан Алиева, вице-президент фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева 29 мая встретились с руководителем компании Ротшильд Global Financial Advisory Дэвидом Дэ Ротшильдом. Напомним, что в марте этого года в рамках визита в Париж Михрибан Алиева пригласила Дэвида Ротшильда в Баку. В ходе того же визита между Центральным банком Азербайджана и компанией Ротшильд Global Financial Advisory было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве. Руководитель компании Ротшильд Global Financial Advisory в ходе сегодняшней встречи отметил, что деятельность Ротшильда в Азербайджане имеет исторические корни. Сегодня в Баку пройдет матч финала Лиги Европы у Ефа. Встреча между английскими футбольными клубами «Челси» и «Арсенал» начнется на Бакинском Олимпийском стадионе в 23 часа по местному времени, 22 часа по московскому. Впервые в истории две лондонские команды сойдутся в финале второго по значимости европейского клубного турнира. При подготовке к масштабному спортивному событию Баку принял все необходимые меры безопасности. Сегодня МВД Азербайджана заявило, что сотрудники полиции на высоком уровне обеспечивают безопасность приехавших в Баку на финал Лиги Европы у Ефа иностранных гостей. Каждый посетитель фан-зон проходит тщательную проверку. На круглосуточном дежурстве находится морская береговая охрана. Во избежание транспортного коллапса к службе привлечены дополнительные дорожно-патрульные наряды. В Баку усилена охрана гостиниц. При этом, как и в любом мегаполисе, принимающем у себя футбольные состязания, в Баку не обошлось без стычек фанатов. Подрались болельщики «Челси» и «Арсенала». В результате драки пострадал английский болельщик, которого доставили в больницу. А вот пострадавшему российскому болельщику оказали медицинскую помощь на месте. В Баку на финальный матч Лиги Европы прибыла делегация УЕФА. Спортивные функционеры прилетели на самом большом в мире пассажирском самолете – аэробус А380, который вмещает 544 пассажира. Делегацию УЕФА во главе с ее президентом Александром Чиферином принял Ильхам Алиев. Чиферин выразил благодарность президенту Азербайджана за организацию финала Лиги Европы в Баку, подчеркнув, что подготовительная работа для проведения финального матча Лиги Европы в Баку проведена на высшем уровне. Он также отметил, что чувствует себя в азербайджанской столице комфортно. Помимо спортивных чиновников, в Баку прибывают знаменитости, среди которых португальцы Деку и Луиш Фигу, француз Роберт Перес, лучший футболист 2018 года по версии FIFA Лука Модрич, президент итальянского футбольного клуба Ювентус Андреа Аньели, а вот победительница конкурса «Мисс Турция-2014» актриса и модель Анине Гюльше приехала в Баку, чтобы поддержать своего возлюбленного турецкого полузащитника Арсенала Несу Тазила. Также в Баку принял бывший футболист сборной России по футболу, экс-футболист Арсенала, посол чемпионата Европы по футболу 2020 Андрей Аршавин. Сегодня, в свой 38-й день рождения, Аршавин будет комментировать матч финала Лиги Европы UEFA. Добавим, что победителем финального матча Лиги Европы и обладателем Кубка Лиги Букмекера видят команду «Челси». На этом у меня все. Еще больше информации на портале москва-баку.ру. Смотрите нас каждый день и хороших вам новостей сегодня. Редактор субтитров А.Семкин